Здравствуйте! Тема урока – строение прокариот и эукариот. И сегодня на уроке вы узнаете о строении эукариотической и прокариотической клеток, научитесь определять органоиды этих клеток, а также сможете сравнивать эти клетки между собой. Все живые организмы, а именно растения, животные, грибы и бактерии состоят из клеток. Что же такое клетка? Клетка – это элементарная, структурная и функциональная генетическая единица жизни. Клетка ограничена от среды полупроницаемой оболочкой, имеет цитоплазму и наследственную информацию. Каждая клетка способна к саморегуляции, самообновлению и самовоспроизведению. Известны различные формы и размеры клеток. Так, например, клетки одноклеточных, амёб, а также клетки лейкоцитов имеют изменчивую форму тела, то есть непостоянную. Клетки же многоклеточных организмов чаще имеют постоянную форму тела. Например, эритроциты клетки крови, клетки нервной ткани, мышечные клетки, а также инфузория туфелька или же другой представитель простейших – это зелёная эвглена. Форма клеток зависит от их функционального приспособления, вязкости цитоплазмы, а также от механического воздействия прилегающих к ней клеток. Организм человека состоит примерно из 200 видов клеток, которые специализируются на выполнении различных функций, а также отличаются друг от друга морфологически, то есть внешне. Мышечная клетка имеет удлинённую форму тела. Клетки эпителия имеют квадратную, плоскую форму тела. А клетки нервной ткани, нейроны, имеют отростки, которые отходят от тела. Размеры некоторых эукариотических клеток варьируются от нескольких до 100 микрометров, тогда как клетка прокариотическая имеет размеры от 0,5 до 10 микрометров. Как же измерить эту длину? Можно воспользоваться линейкой. Вспомните математику и переведите сантиметры на дециметры, дециметры на миллиметры, а миллиметры на микрометры. Некоторые клетки можно увидеть невооружённым глазом. К примеру, яйцеклетка. Её размер – 150 микрометров. Диаметр клеток мозга, например, мозжечка, очень маленький – 0,004 миллиметра. Трудно представить, как в такой маленькой клетке может поместиться целый город. В этом городе есть свои электростанции. Эту функцию в клетке выполняют митохондрии. Митохондрии вырабатывают энергию, АТФ. Есть свои вооружённые силы, пограничники, которые охраняют свои границы, защищают свои границы от врагов. Такой структурой является плазматическая мембрана или клеточная оболочка. Также в этом городе есть свои правители. Это ядро. Правители, которые контролируют и регулируют все процессы, происходящие в этом городе. В данном случае ядро контролирует все процессы клетки. Есть свои фабрики, которые производят белки. Эту функцию выполняют рибосомы. Сложно представить, как устроена клетка. Для того, чтобы рассмотреть строение клетки, необходимо знать её происхождение. Клетки бывают прокариотические и эукариотические. Клетки-прокариоты. Прокариоты или доядерные – это одноклеточные живые организмы или же покрытые капсулы и организмы, не обладающие оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами. К ним относятся вирусы и бактерии. Эукариоты – это клетки, имеющие ядро. К ним относятся грибы, растения и животные. Рассмотрим строение прокариотической клетки. Клетка бактерий покрыта снаружи клеточной оболочкой. Или мы называем её мембранной оболочкой. Внутри находится цитоплазма, в которой хранится нуклеоид. Бактерии имеют всего одну немембранную органеллу, которая называется рибосома. Снаружи бактерии имеют органоиды передвижения, жгутики. Если речь идёт о вирусах, то вирусы не имеют такой клеточной оболочки. Сравним строение оболочек некоторых клеток. К примеру, клеточная оболочка бактерий снаружи покрыта муриином, тогда как оболочка грибов снаружи покрыта хитиновым слоем. Клеточная же оболочка растительная снаружи покрыта целлюлозой. Животная клетка не имеет клеточной оболочки, и эту функцию выполняет плазматическая мембрана. Снаружи она покрыта гликокалисом. Обратите внимание на данную таблицу. Здесь показана сравнительная характеристика клеток четырёх царств живой природы – бактерий, животных, грибов и растений. По способу питания бактерии являются гетеротрофным или автотрофным организмом, тогда как животные и грибы являются гетеротрофным организмом, а растения – автотрофным организмом. По типу клеток мы уже определили, что бактерии – это прокариоты, животные, грибы, растения и эукариотические организмы. Отличительной особенностью бактерии является то, что её наследственный аппарат состоит из кольцевой молекулы ДНК, тогда как животные, грибы и растения не имеют такой кольцевой молекулы. Плазматическая мембрана имеется у всех четырёх царств живой природы. Клеточная стенка бактерий – мурииновая. Животная клетка снаружи покрыта гликокалисом. Грибы снаружи покрыты хитиновым слоем, а растения имеют целлюлозную оболочку. Органоидами бактерий являются сугубо рибосомы только. Это немембранные органоиды клетки, тогда как клетки животных, грибов и растений имеют как мембранные, так и немембранные органоиды. Что касается вакуоли. Вакуоли имеются в основном у растений, это крупная центральная вакуоль. Редко она встречается у бактерий и грибов. И у животных встречаются сократительные и пищеварительные вакуоли только у простейших организмов. Имеются временные включения – это запасное вещество. Запасным веществом бактерий является валютин, у животных – гликоген, также гликоген – запасное вещество грибов. И запасным веществом растений является крахмал. Подробно остановимся на каждой структуре клетки. Снаружи клетка покрыта плазматической мембраной и состоит она из двух слоев. Главным органоидом клетки является ядро. Ядро состоит из кариоплазмы, ядрышка, хромосом и ДНК. Кариоплазма – это внутренняя среда ядра, внутренняя жидкая среда ядра. Ядрышка представляет собой округлое плотное тельце, погружённое в ядерный сок. Количество ядрышек зависит от функционального состояния ядра и варьирует от 1 до 7. Хромосомы – это хроматин, по своей структуре является белком, который приобрёл х-образную форму. Снаружи хромосома покрыта белком-гистоном и имеет палачковидную структуру. Каждый организм имеет определённое число хромосом. К примеру, у человека хромосом 46. Хромосомы содержат ДНК. ДНК представляет собой двойную нить, скрученную в спираль. Метахондрия – двумембранный органоид эллипсовидной или сферической формы диаметром около 1 микрометра. Метахондрия имеет внешнюю и внутреннюю мембрану. Внутренняя мембрана представлена выростами, которые называются кристы. Внутри этих структур, крист, находится матрикс. Матрикс содержит в себе органические вещества, собственную ДНК, РНК, а также аминокислоты. Эндоплазматическая сеть или ретикулум. Это система оболочек цитоплазмы, которая образует каналы и полости. Бывает эндоплазматическая сеть двух видов – это гранулированная и гладкая. На гранулированной эндоплазматической сети расположены рибосомы. На гладкой эндоплазматической сети их нет. Комплекс Гольджи или аппарат Гольджи. Он может быть разной формы. Состоит из полостей, так же, как эндоплазматическая сеть, разграниченных мембранами. Из полостей отходят трубчатые образования в виде пузырьков. Это будущие лизосомы. Лизосомы – это самые маленькие органоиды клетки, имеют округлую или сферическую форму. Диаметр лизосом около 1 микрометра. Снаружи они имеют мембрану, а внутри образуют комплекс ферментов. Пластиды – это двумембранные органоиды, присущие растительным клеткам. Бывают пластиды трёх видов. Это хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Хлоропласты зелёного цвета, так как имеют в своей структуре пигмент хлорофилл, придающий растениям зелёный цвет. Хромопласты – они придают цвет плодам, цветам, стеблям. Лейкопласты – это бесцветные пластиды, которые встречаются в луковицах, клубнях, корнеплодах и плодах растений. Следующий органоид – рибосома. Как вы помните, рибосома – это не мембранный органоид. Рибосомы состоят из двух частей, двух субединиц – малой и большой субединицы. Переходим к практической части урока. Задание первое. Вставьте пропущенные слова в текст. Ответ. Клетки прокариот и эукариот отличаются друг от друга строением. Главная отличительная особенность прокариот от эукариот в том, что в их клетках нет ядра. Прокариоты имеют единственный немембранный органоид – рибосому. Снаружи клетки прокариот покрыты капсулы. Задание второе. Какие из перечисленных определений относительно ядра являются правильными? Отметьте, где ложь, а где истина. Что верно, что неверно. Ответ. Ложью являются такие определения. Ядро не имеет поры на своей мембране. Также ложью является то, что ядро – это жидкая вязкая часть клетки, заполняющая саму клетку. И то, что в ядре находятся все органоиды клетки. Истинной является то, что ядро имеется эукариот и содержит генетическую информацию. Также истинной является то, что ядерная оболочка состоит из двух мембран. Задание три. Выберите один правильный ответ. Проверим правильность выполнения задания. Кариоплазма заполняет полость ядра. Какой органоид на своей внутренней мембране образуют кристы? Это митохондрия. Какой органоид участвует в фотосинтезе? Хлоропласты. Подведем итог нашего урока. В клетках прокариот нет ядра. В клетках эукариот есть ядро. Эукариоты имеют мембранные органоиды, а у прокариотов мембранные органоиды отсутствуют. Клетка прокариот меньше, чем клетка эукариот. Урок закончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok